здравствуйте дорогие друзья сегодня на календаре 3 января суббота и меня просят показать общий обзор и сделать вот сегодня будет общий обзор действительно у меня многие уже начали раскрываться распускаться немножечко покажу вам приближение весны я вот на этой полке намеренно в первую линию выставила тех кто цветет ну потому что не цветущие наверное не очень интересно некоторые даже я убрала ну чего показывать не цветущие кусты давайте вам буду показывать те кто сейчас цветет фолей джаггершус фолей начну с него вот он стоит на самом козырном месте видите сколько ему естественно света попадает да еще и лампы светят он сейчас раскрыл ну вот эту вот шапку почти полностью конечно же размер вот этой вот шапки не характерный для этого сорта вообще у фолея огроменные шапки здесь пока ведь такая вот небольшая совсем я считаю шапочка для этого сорта но сейчас время года наверное еще такое что видите и здесь тоже он почти полностью открыл и шапка то такая невеликая но для зимы наверное нормальная я думаю что когда будет потеплее надеюсь что он нам покажет всю свою красоту горшочек 1 и 2 литра куст хороший он за зиму вырастил видите какой кустик ну и кустик изнутри я уже не один раз вам показывала вот такой вот он одревесневшие изнутри поэтому подождем тепло очень старый возрастной кустик ему уже почти четыре года так вот рядышком зацветает у меня лара хармони вот такой возраст у нее ровно один год получается этому кустику молодой обычно годовалые кусты очень хорошо цветут и показывает у нее внутри вот сколько бутончиков в общем она сейчас назревает и мы скоро увидим ее цветы я ее вживую не видела это моей коллекции для меня можно сказать новый сорт и я вот в первый раз увижу ее цветение горшочек 1 литр здесь пак салман комтесс я вчера перевалила ее вот в этот горшок перевалку я вам показывала этого растения такие вот у нее махровые цветы она крутит ну очень старый сорт мне кажется очень узнаваемый и она конечно красавица на все времена компактный кустик хорошо растет и вот ее возраст так за ней сага вот сагу я вам вчера показывала но не показывала ее перевалку но без вас перевалила совсем ненамного я ее увеличила горшок вот этот горшок 07 литров а жила на в 05 вот она такая красотка вот сейчас правильно камера показывает цвет ее полумахровых ромашек так могу поближе подвинуть стиваж чтобы вам показать кустик сверху и цветы ее люблю очень этот сорт карликовые красивый особенно вы знаете когда она цветет обильно и вся кровь на усыпанного этот этими ромашками просто обалденное зрелище так это у меня ее грушенька которую я вам тоже показывала как я ее пролежала и вот в этот горшочек ее перевалила теперь она обрастает у меня выглядит это вот так вот и возраст ее два года будет в этом году ясно я вам в прошлый раз не показывала плесецкую и в мая плесецкая вы знаете такой жиденький кустик у нее это горшочек мне кажется 0 8 литров вот ее возраст ну вот один год получается будет да или в марте я ее покупал ну да где-то один год она мне сейчас выкинула цветонос сейчас давайте вам покажу кустик изнутри видите вообще я ее на свои корни не ставила вот как я ее получила так она у меня и растет но люди вот просят черенки поэтому иногда приходится резать эти черенки но стараюсь не резать опять отрезала от нее и поэтому она немножко такая жидковатая сейчас вроде бы видите бутончики она мне выбросила этому сейчас уже резать ее не буду листочков у нее мало куст такой вот слегка лысого ты даже я бы сказала ну ладно посмотрим на ее цветение ранее весенние или зимние зимние скорее всего февраль же еще у нас впереди так значит смотрите здесь вот эта полка выглядит следующее таким образом что у меня здесь зацветает это мой сеянец один фук не 1222 22 22 красавчик во все времена во все сезоны видите какой у него зимние цветение интересное вот такой горшочек у него очень много кстати здесь он цветоносов мне возревает на этом кустике тоже вот горшочек 07 литров небольшой горшок кустик хорошего него так здесь один цветочек вот такой это 11 но пока это ни о чем цветение поэтому не буду останавливаться это у меня тоже 222 бутончик выпустил еще один кстати очень тоже хороший кустик это по моему верхушечный черенок да это верхушечный видео как сам разветвился раскустился сформировался без прищипок и очень много веточек отсюда такой вот кустик хорошие так что жду цветения вот этому я наверное увеличивающий объем я постепенно им увеличиваю и они очень хорошо реагируют на постепенные перевалки вот этот сеянец вчера я вам показывала 922 вот такой вот он камера его делает ярким вот мне кажется так как на камере он наверное летом такого и оттенка ярко розового сейчас такая шапень сомкнутое соцветие у меня кстати вот этот кустик уедет сегодня купили 922 сорта выводить я не хочу поэтому черенки я буду предлагать и продавать этого сеянца так кто здесь еще из цветущих и цветущих вот этот вот сеянец вот я вам тоже его две недели назад по моему показывала вот такой вот бледно-сиреневый ту шапку которая у него была большая я отстригла потому что он не может ее нормально раскрыть поэтому жду теплых денечков так это тоже у меня какой-то синец я даже не помню честно сказать 1522 пока такие цветочки надо его наверно заняться и посмотреть вот кстати сюзанка это вот помните мой старый куст моему уже очень много лет четыре года что ли давайте посмотрим да ровно четыре года и я его обрезала в сентябре двадцать третьего года ведь там ничего сейчас вот одной рукой неудобно в общем ничего у нее так и не проснулась только на одной ветке проснулись новые веточки и вот она сейчас даже цвести хочет очень светливый сорт чем тоже вот этим кустиком не нужно будет заняться здесь больше ничего из цветущих нет интересного так с этой стороны очень отсвечивает сейчас ярко давайте давайте вот так поставлю может быть получше цвет будет ну в общем это плющелистная пиларгония которую я тоже вам показывала сейчас кстати неплохо цвет передается вот у нее темно-красный цвет красивый цвет у нее прям вишневые в общем вот такой вот кустик это надо этикетку снять неправильная этикетка донесение плющелистная бритэсрара у меня тут зацвела но уж такая она бледная вот на камеру она как-то еще поживее на самом деле намного она бледнее все-таки зимние цветения ей так себе я бы сказала не очень прям сильно она бледная летом она повеселее такой вот кустик там зацветает юм 350 в прошлый раз я его как-то обошла и не показала вам тоже вот компактный кустик на цветоносок листья у него красивые остальное я вам здесь в прошлый раз показывала так на улице у нас вот такая вот зима происходит давайте вот этот стеллаж покажу это сеянцы 23 года давайте начну вот с этого интересного сердце он прямо разибут что ли я не пойму вот такой вот он не знаю как он раскроется очень долго раскрывается вот тот что в углу 823 и вот этот вот они абсолютно от одинаковых родителей но сейчас попытаюсь поставить рядышком цвет ой сейчас достану я извиняюсь за такое качество съемок просто неудобно одной рукой держать ни одной показывать вот цвета у них совершенно разные оттенки вот этот прямо яркий который поля разибут не разибут не знаю он по цвету пожалуй похож по цветовой гамме сейчас я достану вот на этого товарища посмотрите больше наверное не вот где-то рядышком но разибут мне кажется холоднее все таки какой-то он фиолетово-лиловый что ли а вот этот прям яркий яркий но этот уже от других родителей вот этот вот сеянец слева который сейчас вы видите так сейчас поставлю его что из цветущих здесь еще вот этот у меня такой вот он который не красный но довольно таки яркий но я на него летом хочу посмотреть потому что кустик у него сам кустится вот они от одинаковых родителей я вам говорил вот этот тоже махровый розовый уже это цветает шапочка у него засыхает вот так вот цветочки но его тоже вот он это сеянец номером 21 22 это простой вот такой но не красный бледнее камера краснит нет он не красный вот вот этот малыш мне очень симпатичен смотрите я вам сейчас кустик покажу какой-то вот очаровательный вот этот цветочек прямо несмотря на простые цветы вот такие вот не знаю чем то прям вот он меня цепляет просто как цветок цепляет как и кустик у него такой вот видите это сеянец 1523 он сам здесь растет видите сколько он побегов она выпускал снизу без единой прищипки я вообще сеянцы не прищипываю не формирую они вот так вот сами сверху цветут а снизу растут в общем такой вот малыш знаете чем наверно он меня цепляет тем что у него кустик компактный а цветы я измеряла очень крупный у него цветок до 5 сантиметров в диаметре очень крупный еще не всю шапочку раскрыл но его можно использовать в опылениях в дальнейших так ну и вот этот вот я показывала вам такой вот кислотный цвет у него яркий прямо вот такой вот он ну и из цветущих сеянцев этот 823 сейчас возьму его я вам кустик просто хотела показать смотрите интересный тоже цветок он не махровые такой ближе к простому к полумахровому вот с такими листочками соцветия у него шапочки небольшие совсем эти но мне кажется он обильно будет свистим но куст сам куст без единой прищипки вы посмотрите как он растет видите сам выпустил сколько деточек снизу это мне кажется генетическая особенность сорта ну не сорта вот этого растения вообще вот такой вот сверху тоже цветет а снизу кустится я его обязательно перевалю потому что горшочек уже конечно маловато видите как он сам сформировался вообще само формирующиеся сеянцы на мой взгляд очень перспективно что все мы мучаемся с этой формировкой с прищипками с обрезками а когда пеларгония формируется сама и вырастает в красивый куст то есть если много вот таких веточек до самостоятельно растет то и куст обещает быть потом красивым обильно цветущим поэтому такие конечно сеянцы и обязательно буду с ними продолжать работать у них кусты красивые ну здесь все то же самое черенки которые мало интересны здесь пока еще никто не цветет из вот этих вот вот тот самый бледно сиреневый зацветает такой вот кустик у него он очень густые плотно растет вот его я не прорежала как есть растет видите поэтому интересно как он зацветет весной летом я его жду посмотрим здесь ничего особо не изменилось единственное что перевалило немножко в горшочки побольше спорт тюльпановитной пеларгония такой вот кустик цветет здесь сеянец 722 горшочек 07 красивый цветочек такой вот уже отцветает шапка естественно это ничего не осыпается он засыхает ну и наверное на сегодня давайте все потому что что смотреть рассматривать кусты мне кажется не интересно 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 когда цветет вот еще раз покажу в общем планом наступление весны уже чувствуется правда всего вам доброго до свидания